Недовольные действиями налоговой службы торговцы рынка Дордой с утра вышли на митинг. Закрыли контейнеры, заявив, что не выйдут на работу. Говорят, про какой-то налог в 10%. Сам понятия не имею, что это за налог. Но сумма выходит большая и смысла работать нет. Поэтому многие выступают за то, чтобы отсрочить его выплату до 2024 года. Налоговики говорят, что поступает много контрабандного товара. Из-за этого опечатали склады. Налоговая обязывает предъявлять документы, откуда и по какой цене поступил товар. Но многих таких документов нет. До следующего года нам надо дать время. У КВС проблемы с документами и оплата налогов они это исправят. Для встречи с торговцами на рынок направился зампредседателя ГНС Исламбек Кадыргычев, заявив, что необходимо перестать откладывать уплату налогов и что ГНС готова работать с каждым предпринимателем индивидуально. То, что 10% тэпч, мы его, не дай, бұлды, өйдеглалу байс, но мы постоймасте будем с вами, жана, бір консенсус ка гелесеста. Сыз сурану отқан 24-шы жыл гелесеста, ал мына батыле гөзі ачып, чумғанчалу өткетет. Ал гелгенде, ұшынтайлы картина олады, мен гепелдік берем. Хотите бұл, готов с вами паспорить, но чтобы таковы не было, мы должны сегодня начать работу. ГНС, алғар, өйдеглалу байс, өйдеглалу байс, жого кайтында олады, елгенде, өйдеглалу байс, елгенде, 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 елгенде. Напоминают в ГНС и о рейдовом налоговом контроле по исполнению законодательства субъектами предпринимательства, которые проводили в конце лета. В жилмасиве Дордой проверкой были охвачены более 800 контейнеров и складов. Тогда были выявлены сотни фактов неуплаты налогов. Были выявлены более чем 300 миллионов неучченного товара. Кроме того, определили не то, что неуплату патентов на деятельность. Также были выявлены неуплата налога на имущество, налога на движимое имущество. То есть уже в том числе, если склад, это уже коммерческая недвижимость. В то же время необходимо отметить то, что эти склады сдавались от 30 тысяч сом и выше. Соответственно, за сдачу в аренду этих складов также не взимались никакие налоги. Причем за последние 6 лет. Кроме того, были выявлены неуплаты и земельных налогов. То есть этот комплекс мер охватил весь жилмассив и в целях приведения порядка там. Так называемая налоговая деградация, как отмечают в ГНС, складывается в том числе из-за того, что предприниматели препятствуют проверкам.